История из моей жизни, ну и немного о финансах тоже, она будет немножечко грустная, я скажу, с грустным концом, но она такая, все-таки, светлая. И касается этой истории вот той самой курточки, в которой я прямо сейчас иду. Посмотрите, вот на ней есть такой логотип, на логотипе написано ScanWeb. Что это такое и откуда она у меня взялась? Я ее не покупал, мне ее подарили, вот в чем дело. И произошло это очень-очень давно, лет, там, около 10 лет назад. ScanWeb это фирма, это типография, финская типография, Финляндия. И в этой типографии печатались очень много российских журналов, глянцевых всяких. Ну там, Коммерсант Деньги, Эксперт, ну и издательский дом Коммерсант, короче говоря, весь печатался там. Потом всякие крестьянки-работницы, я не знаю, что там было еще, что-то про оружие. Ну и какие-то многие глянцевые журналы, российские, печатались именно там. А как это связано со мной? Ну смотрите, вы знаете, что мой предыдущий бизнес был полиграфия, он и сейчас еще не до конца умер. И один из вид нашей продукции, это были каталоги для фирмы, которая занимается пошивом текстильных изделий. И это были каталоги, они раз в год печатались всего, такие толстенные, большие, красивые. И там очень важно цветопередача. То есть очень важно напечатать вот тем цветом, который есть. Ну потому что, смотрите, вот когда люди видят в каталоге цвет и цвет самого изделия, они должны максимально совпадать. И здесь требования к качеству были огромные, во-первых. Во-вторых, подготовка каталога – это отдельная история, очень большая и длительная. И потом его надо быстро напечатать и быстро разослать по регионам. Вот. И так как вот все вот это вот такая вот комплексная задача, мы печатали вначале это в Можайске, там тоже одна из лучших типографий в стране. Вот. Но долго, неделю-две уходила на производство. И когда заказчик мне звонит, говорит, вот, вы знаете, там долго, как-то вот и качество не очень, там хочется выше. Я говорю, а давайте напечатаем это дело в Финляндии. Ну, она сначала восприняла это как шутку, я сказал, да нет, я серьезно, что-то. Давайте попробуем, мне самому интересно. Вот, она сначала испугалась, я говорю, а мне интересно, почему бы это не сделать. И, ну, у меня были знакомые, естественно, которые там делали эту полиграфию в Финляндии. Я спросил у них, как найти эту фирму. Они мне назвали фирму, они мне назвали контакты. Я почему-то, вот, мой характер авантюриста. Понимаете? Я даже не стал звонить туда. Я думаю, а дай-ка я поеду туда сам. И договорюсь. И в один прекрасный день я просто, так сказать, проснулся с утра, что-то настроение было хорошее. Я прыгнул в машину, в чем был, и поехал в Финляндию. В город Коуволла. Коуволла. Не так далеко от границы с Россией. Вот. И приезжаем в Коуволлу. И я думаю, ну, там же все знают, где эта улица находится. Господи, уже и не помню, как она называется. Вот. Ну, финское название. Короче говоря, еду по городу, выхожу, поставил машину, выхожу, говорю, слушайте, где у вас такая улица? Ну, понятно, что в Финляндии все говорят по-фински, но по-фински я, понятно, не говорю. По-русски там, ну, не встретились мне люди, которые говорят по-русски, хотя их много, по-английски. Вот. Но тетеньки такие говорят, ну, судя по всему, надо вот ехать туда и там где-то искать, судя по названию. Ну, я проехал еще немножечко, спросил еще у кого-то. Те сказали то же самое. Потом я встретил какого-то финна, который даже английский не знает. Ни английский, ни русский, только финский. Вообще было круто. Вот. Короче говоря, Ну, название этой улицы содержало название микрорайона, где находится вся промышленность. Я был удивлен, на самом деле, потому что это была, в общем, типография, в которой, как я уже сказал, печатается весь издательский дом Коммерсант. Да, они у меня спрашивают, говорят, а что там? Я говорю, да типография. У нас типография, говорят они, не слышали. То есть, представляете, да? То есть, фирма, которая печатает там чуть ли не на всю Россию, они про нее даже не знают. Вот так. Так, надо сказать, что Коувола – это очень небольшой городок в районе 100 тысяч населения, как на Шобнинске. Здравствуйте. Короче говоря, приезжаю я, ношу я эту типографию. Приезжаю туда. Ну, там пусто. И дверь, на двери надпись на русском языке, что, значит, водителям, которые ждут отгрузки, пожалуйста, там, ждите там-то. Ну, то есть, все здорово. Открываю дверь, захожу. Да, типография, да, работает. Прихожу туда, говорю, здрасте, вот я тут, Юра, приехал. Они страшно удивились, но обрадовались. На самом деле, и мы с ними, в общем, заключили договор. Мы с ними очень здорово подружились. Здесь, но так как я сказал, что я приехал, прыгнул в машину в том, в чем был. Это была рубашка с коротким рукавом. Это было начало лета, было очень жарко у нас. Ну, в общем, я приехал в Финляндию и выяснил, что Финляндия находится сильно севернее, чем на Шобнинске. Там попрохладнее. Было зябко. Поэтому он посмотрел на меня. Ну, вот после того, как мы уже подружились, он, значит, посмотрел на меня и подарил мне вот эту вот курточку. Вот. И мы сотрудничали с этой типографией достаточно долго, лет 7 или 8. Мы каждый год печатали вот эти каталоги. Было всякое. Были и проблемы. Они там брак допустили в одно время. И, в общем, мы с ними ругались. Вот. Было не очень приятно. Потому что компенсировать они мне мало что компенсировали. То есть там я один раз понес убытый, грубо говоря, в 500 евро. Вот. Ну, в остальном все было очень здорово. И очень хорошо. Я, естественно, сказать, у меня еще были другие интересы. Потому что, ну, так как я был руководитель фирмы, которая занимается полиграфией, мне было интересно принципы организации, принципы прохождения заказов, как все это делается. Я ходил, фотографировал. Мне интересно, как организован производственный процесс, ответственность. Ругался с печатниками. Они там швыряли бумагу. Очень так. Один из них был очень эмоциональный товарищ. Вот. Сверкал глазами, швырял куда-то. Что-то кричал на меня. Я говорил, делай так и все. Как я сказал на английском языке, он кричал, что это невозможно, что лица у людей будут красные. Я говорил, что главное шапки. Ну и так далее. Было интересно. Что это была за типография? Смотрите. Было два огромных станка. То есть, они занимали в длину, я не знаю, метров, ну не сто, может быть, но пятьдесят уж точно, каждый. Вот. Высота, ну как, в два этажа, грубо говоря. Вот. То есть, там, высота сколько-то метров шесть. Наверное, не меньше. И они там огорожены такие. Я такой смотрю на этот станок, говорю, слушайте, сколько же он стоит? Такой станок. Их два. Они говорят, ну, не скрывают ничего, да? Там шесть с лишним миллионов евро стоит такой станок. Такой станок, понимаете? Их два было. То есть, там рулонная печать, если кто понимает, рулонная печать, а в сет. И 4 плюс 4 сразу. И заряжается рулон на выходе листы формата максимального, а нулевого, там, 72 на 104 они могли печатать сразу 4 плюс 4. Вот так. И на выходе сразу сфальцованные книги 16 полос, а четвертого формата. Вот так. И смотрите, к чему я клоню. То, что у нас в Можайске печаталось 2 недели в Финляндии, мы печатали за 2 смены. То есть, за 8 плюс 8 часов. Грубо говоря, 16 часов, ну, 2 дня. В Можайске печать 2 недели, и еще там 2 недели на переплетные работы. В Финляндии на переплетные работы уходила еще смена одна. Да, еще плюс один станок был. Миллион 200 евро. Гидельберг пятикрасочный. Для того, чтобы печатать обложки. Они печатались отдельно, естественно. И вот эта вот линия листоподборочная, ну, она, если кто понимает, что это такое, она совершенно гигантская. То есть, там через весь цех длиннющая. Там эти тетради собранные собираются. Подборка идет, потом подрезка, склейка, вклеивание обложки. Все это в автоматическом режиме, и на выходе сразу пачки по, сколько там, по 10 или по 20 штук. И на выходе они сразу уже запечатываются в пленку. Вот такая потрясающая типография была. И мы с ней сотрудничали до 2014 года. А после 2014 года, ну, вы помните, что произошло. Санкции. И в два раза упал рубль. Соответственно, доллар и евро в два раза поднялись. Они сделали нам цены еще более-менее такие, как могли. Вот, но я уже сказал, что в типографии были основные заказчики. Это российские глянцевые журналы, которые тут же загнулись все, как вы помните, при повышении. Ну, все стали резать рекламные бюджеты. Соответственно, все тиражи тут же резко уменьшились. Многие журналы закрылись тогда, как вы помните. И уже, ну, в 2014-м я точно напечатал. Еще, и, по-моему, даже в 2015-м. А вот потом очередной раз, когда возникла необходимость, я позвонил туда. А мне говорят, фирма закрылась. Вот так. Когда я последний раз печатал, там уже было заметно меньше народу. Уже человека два только было на втором этаже. Ну, там, где офисные помещения. Уже не слышался щебет девчонок на русском языке. Вот. То есть, в последние годы их уже не было. Всех посократили. Остался только директор финн. И вот, ну, два парня, с которыми я сотрудничал. Они, ну, тоже граждане Финляндии, но они русские. Вот. Ну, один русский, один грузин. Ну, с финном, в принципе, мы нормально тоже общались на английском языке. Вот. Таким образом, вот такая немножечко грустная история. Смотрите, о чем я хочу сказать. Что персонал, бригада, скажем, печатников, которые обслуживают вот этот вот гигантский станок, который стоит 6 с лишним миллионов евро, два человека. Два человека. Ну, как и у нас на огромный станок тоже два человека. один на входе, другой на выходе, в принципе. И всего два человека. А то, что у нас делают за две недели, то есть за где-то 12 смен, скажем так, они делают за две смены. То есть, производительность труда. То есть, выпускаемая продукция на одного человека, производительность труда в 6 раз выше, чем у нас. Зарплата в Финляндии. Я спрашивал, я же с ними общался. Они говорят, да, у нас печатники очень высокую зарплату имеют, потому что они участвуют в какой-то организации, то есть их мнение учитывается и так далее. Ну, кстати, там демократия. Поэтому печатники у них получать нетипично много для Финляндии. То есть, там, ну, в районе 1200 евро в месяц. Я говорю, да вы что? А он говорит, да. Я говорю, а сколько же тогда руководство получает? Ну, руководство намного больше получает, говорит он. То есть, где-то 1400, там даже больше бывает евро. То есть, практически, понимаете, социализм. Зарплата сотрудников варьируется в очень небольших пределах. То есть, начальник, ты не начальник. Вот так и все. Не так, как у нас, когда зарплата может отличаться в десятки раз. Это первое. Второе. Производительность труда. Представляете, да? То есть, человек, который получает 1200 евро, выпускает продукцию в 6 раз больше, чем у нас. Ну, те же самые, пусть будет 2 человека, плюс, плюс над ними по-любому стоит мастер. В 6, ну, как бы, эти 2 человека у нас тоже получали в то время, будь здоров, сколько? Это было в районе 50 тысяч рублей, 50-60 тысяч рублей. То есть, те же самые 1000 евро. Но, извините, на единицу продукции получает зарплата в 6 раз выше. Понимаете? И почему фирма закрылась, почему фирма разорилась? Потому что все это оборудование было куплено, насколько я понимаю, в кредит. И этот кредит надо отдавать, его надо отрабатывать. Кредит практически беспроцентный. Дается для того, чтобы, ну, в Европе, по крайней мере, для того, чтобы развивать производство. И, как вы понимаете, вот это оборудование высокопроизводительное, там народу работает очень мало. Настолько мало, что в городе даже не знают, что у них есть такая типография. Потому что, ну, вот так. И вот эти люди работают, они получают зарплату, дают продукции в 6 раз больше за одну смену, чем наши. И они должны отдавать кредит. И когда количество заказов уменьшилось, что они сделали? Они сначала сократили количество смен, соответственно, количество сотрудников. Очень резко порезали офисных работников, прежде всего. Печатники тоже работали уже в одну смену. Вот. Надо сказать, что печатников там нельзя заставить работать сверхурочно. Потому что они строго работают до 17, иначе профсоюз. Это боль. Вот. И они не смогли расплачиваться с кредитами и объявили себя банкротами, насколько я понимаю. То есть подробности я не спрашивал уже вот эти вот. Но, ну, вот так. Вот такая грустная и ностальгическая история. Ну, а о городе Коуволо у меня до сих пор очень теплые и обо всей Финляндии воспоминания, конечно. То есть понятно, что мы там были много раз с семьей. И дети там знают весь этот город, естественно, зубок. Мы ходили там, кафе, рестораны, все работали, все было очень красиво. Ну, вот так грустно все закончилось. Вот такая история. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите, нравится ли вам вот, ну, по крайней мере, такие видео на моем канале. Надо ли их публиковать. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.